Сегодня 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Эту страшную весть Евгений Александрович услышал 16-летним мальчишкой, а через несколько дней собственными глазами видел, как немцы бомбили родной Бобруск. 72 года спустя пылающее небо, как сейчас, стоит перед глазами. Немцы вешают фонарь, огромный фонарь, освещают город и бомбят. Этот фонарь на парашюте висит долго-долго. И вот это заре, вы видели, грохочет, грохочет. В оккупированном Бобруске ему пришлось насмотреться на неприглядные ужасы войны. Немцы жестоко расправлялись с партизанами и для устрашения местных до обеда оставляли их повешенными в городе. Жене едва не угнали на работу в Германию. Родителям удалось выкупить мальчика за раздобытую золотую пятерку. В начале войны за десяток яиц и шмацала жены выкупали пленных мужей и отправляли их в партизаны. К концлагерю в надежде увидеть родных ходили многие. Как скот за колючей проволокой, ни травинки, ничего. Дерево там было, пленные съели его. Дерево съели, ни одного листика на нем. Все кричат, кое-кто бросает хлеб через колючую проволоку. Немец постреливает для приличия, чтобы он нельзя. И каждый день утром пленные своими силами тащат трупы умерших за эту ночь. Крупный шталаг, то есть концлагерь, находился на территории Бобруйской крепости. Сегодня здесь ведутся поисковые работы. На месте фашистских зверствований впервые обнаружили массовое захоронение. Скорее всего, эти военнослужащие были военнопленные, которые в сентябре 1941 года были доставлены на платформах поездом 17-вагонов из Барановичей. И в дороге от голода и холода большинство из этих военнопленных погибли. Это лишние вещи, расшёстки, мыльницы. Это карандаши химические. Это пуговицы с формой одежды, ремни. Поисковики цепляются за каждую находку, чтобы вернуть из небытия ещё одно имя без вести пропавшего бойца. Подняли уже более 200 останков. По личным вкладышам установили две фамилии. По номеру надеются определить и владельца найденного ордена Красного Знамени. Нам удалось в таком виде вкладыш достать и прочитать. Написано «Головин Ефим Кондратович, 907 года рождения, Саратовская область». По предварительным данным, в этой земле захоронены до 900 советских военнопленных. Они погибли ещё в самом начале войны, но каждый из них ценой собственной жизни приблизил победу. Я считаю, что это очень важно, так как мы все прекрасно знаем, сколько людей прошло войну, а сколько ещё людей, даже много тысяч людей находятся пропавшими без вести. Военнослужащий 52-го поискового батальона Дмитрий в таких экспедициях не первый раз. По себе знает, как тяжело ничего не знать о судьбе погибших на войне родных. Прадед без вести пропал где-то под Ставенградом. И дальнейшая судьба неизвестна. Ну, надеюсь, может быть, когда-нибудь, может, и пройду, и найду, и собственно, ручно. Обязательно с прививками в специальных масках. Будни солдата-поисковика тяжёлые, не говоря о моральной стороне работы. В Дубровинских лесах справлялись с нашествием насекомых. Здесь предстоит перелопатить тонны глины. Отношусь к этому, кто есть, а не я. Эта техника когда-то ходила в атаку на немцев. Сегодня стоит на вооружении Беларусь-фильма. Причём на экране изображает немецкий Т-3. Киношный тюнинг советский БРДМ превратил в фашистский танк. А компьютерная графика размножила. Ходил один танк, компьютерная съёмка их. Делали несколько, допустим, шесть. Участвовали в бою. Свою главную роль эти гаубицы сыграли на фронте. С тех пор засветились во многих фильмах. Иногда она просто в качестве антуража используется, как декорация. Но реально это стреляющие вещи, натурально. Мы поддерживаем это, киностудия поддерживает это в нормальном рабочем состоянии. Военный цех белорусской фабрики «Грёз» насчитывает 30 тысяч костюмов. Здесь и пижамы узников концлагеря из легендарной альпийской баллады, и киношная форма современных кинозвёзд. У нас сейчас сохранилась форма, которая снималась в картине в июне 41-го Сергей Безруков. Это форма старшего лейтенанта пограничных войск НКВД. В таком костюме я могла бы играть в кино роль капитана медицинской службы и по сюжету командовать небольшим полевым госпиталем. Сейчас на мне офицерское оформленное платье. Ну а вообще среди такого многообразия костюмеры киностудии могут создать для актёров абсолютно любой образ военного времени. Запасников хватит на любую массовку. От рядовой до генеральской формы самые разные войска. И советские, и немецкие. Причём шинели эсэсовцев с годами войны заметно потеплели. Так называемые дрилихи. Она была бумажная, но она в самом начале войны только была. Потом, когда немцы поняли, что у нас очень холодно, они ввели суконную форму. В кителе советского генерал-лейтенанта сыграл свою главную роль известный актёр Игорь Сегов. В фильме «Днепровский рубеж» о героической обороне Могилёву он воплотил образ реального комдива. Буквально за два дня до начала съёмок меня вызвали на студию и сказали, Игорь, у нас проблема, мы тебе предлагаем главную роль. Я говорю, да, вы считаете, что я похож на генерала? Они сказали, да, почему бы нет. Так тогда же все они были по 40 лет, это же было круто. Не пережив войну в реальности, наверное, непросто заставить зрителей поверить киногероям. Игорю удаётся, он воспитывался на советских военных фильмах, сам служил в армии в Монголии. Его семья бережно хранит память о прошедших войну родных. Это сейчас для молодёжи, мне кажется, в компьютерных играх это, ну, прикольно пострелять. Почему? Потому что народ не знает, что же такое на самом деле война. Насколько я поснимался в кино, насколько я поговорил с ветеранами, насколько я поговорил с бабушкой и с дедушками, это, в общем-то, это не есть приятные ощущения. Гибель ближних и так далее, пятая, десятая, кровь, грязь. Но в фильмах Игорю чаще приходится быть на стороне врагов. Он легко входит в образ фашистов за исключением трудностей перевода. Рисоли требует, нет, на немецком языке надо говорить, а это связано, понимаете. Как ты творишь? Я, я. Шпрехен, шпрехен, но не так, чтобы говорить на нем свободно. И ты начинаешь, шпрехен, шпрехен, и хабе, думаешь, о господи. Мама, когда посмотрела последний бронепоезд, там, где я сыграл майора Клюги, мама мне сказала, сынок, ты настоящий ганс. Евгений Александрович видел и дерзких захватчиков, и позорно бежавших немцев. В 18 все-таки попал на фронт. Свою победу встретил в польском госпитале после двух ранений. Больный город смотреть, когда в 41-м году валило это болотного цвета, лягушечного цвета, орава этой саранчи немецкой, немцы холеные, и все кричали, свайдрай так, Москва капут, и Сталин капут. А уже в 44-м году, когда я с поль везда подходил, уже Гитлер капут. Мальчишки, не познавшие еще любви, умирали на наших глазах. Вот. И вдруг мы живы. Это непредсказуемое. Мы, ой, кто как мог, кто на одной ноге, кто на рукой ноге, повыскакивали, значит. Ну что мы могли только? Кричать. А воинские части стреляли. Стреляли и победа. На неделе вспомнили о тех, кто переломил ход внезапной войны. Яна Шибкова, Олимпий Науменко и Максим Сацюкевич.